всем добрый вечер дорогие друзья сегодня у нас 17 декабря приехав вечером домой узнала что сегодня президент у нас пресс-конференцию давал просмотреть ее еще не успела так только вот мельком пробежала но дело дело в общем то хочу сказать не глобально каких наших делах нашей стране о том что происходит конкретно моем доме но рядом соседних домах в нашем городе ну во первых хочу вам похвалиться что сегодня я в доме хожу не в свитере и не в теплом жилете и в комнате у меня не 16 градусов а 21 вполне нормальная температура поэтому я вот могу раздеться придя домой в мальчике ходить как это должно быть вместе с тем сегодня открыла наш чайт чат вайбере чат управдомов как я шутку говорю то есть председатели советов домов нашего вот микрорайона и обнаружила там такую запись вот из жительницы из дома металлургов дом номер 12 она пишет что у них в угловых квартирах плюс 15 градусов а в других квартирах чуть побольше 16 и так далее ну в общем страшно ругается начальник жеу ей отвечает причина что у вас на доме статика сегодня придем будем разбираться ну то разумеется в ответ пишу что такое статика и так далее вот поэтому так не должно быть в городе что каждому из нас старается некто приходит в доме чего-то крути там накручивать под видом оптимизации расходов там тепла и так далее и потом становятся такие вот условия если кто-то в каком-то доме жильцы расскажем по зубастей пограмотнее не смогут отвоевать свое право на нормальные условия жизни значит воюет если нет получается терпеть до бесконечности поэтому вопрос этот назрев полностью по коммунальным услугам и по местному самоуправлению городе его нужно решать я считаю что жители города уже приступили к этому тем что возмутились вот в октябре-ноябре планами повышения цен на все услуги платы жкх а в результате для жителей была сделана такая уступка что ну ладно не будем повышать по максимуму повысим в среднем как по стране разрешено но я по-прежнему считаю что в этом году у нас повышение не должно быть совсем то есть в будущем поскольку уже в этом году у нас было повышение на 6,8 процента и к этому вопросу нужно возвращаться добивать его до конца кроме того вот сегодня увидел также в дороге в пробке стояла увидела запустили у нас в городе петицию о том чтобы ну хватит образом говоря хватит кормить вексельберга но с одной стороны допустим я готова подписать эту петицию хотя я прочитаю еще раз внимательно чтобы посмотреть но я бы хотела чтобы она была составлена конечно каким-то известным лицом человеком которого не человеком которого я совершенно допустим не знаю и не понимаю по какой причине он выступает кроме того ну уйдет вексельберг придет какой-нибудь ну лисевберг никто еще не знаю рубльберг как хочу как хотите можно назвать то есть пока в городе жители города не будут иметь главенствующую роль это так и будет так и будет вот одного выживем как мы любим говорить о прогнали мы меркушки но прогнали меркушкина дальше что что изменилось то очень мало чего изменилось в некоторых местах даже худшую пользу но вот таким образом год сейчас заканчивается сейчас конечно людям может быть даже не до большой политики и не до местные политики сейчас каждое подводит вот печальные итоги этого года кто-то что-то потерял кто-то может быть что ты нашел где-то мои возможные прозрели и наступил момент когда нужно уже думать именно самому не надеяться что кто-то что-то решит но сначала следующего года я думаю что мы все жители города самара должны выйти на какой-то новый уровень понимания своей роли в городе и своей ответственности за судьбу города город это прежде всего место жизни где люди должны жить бесконечно с меня и поколения в гармонии с окружающим миром не в конфликте с другими регионами и так чтобы город создавал человеку условия для его развития и для достижения его личного и собственного успеха таким образом как он сам себе представляет это большая тема но между тем она подъемная для такого города как самара бывший куйбышев я думаю и свято верю в то что мы ее в течение какого-то недалекого будущего непременно решим потому что просто у нас выборы другого нет вот очень печально рассуждать и размышлять меня особенно про судьбу пенсионеров поскольку я и сама к ним отношусь может быть мне в какой-то степени живет в некотором плане чуть попроще учитывая мой предыдущий вот багаж знаний опыта управленческого вот вместе с тем я никогда не представляла себе в жизни например что я буду жить так что у меня будут долги и неуплата допустим там за тепло за газ или за топление вот не представляла себе такой картин что так будет и это наверное возмущает вот больше всего вызывает недовольство всей нынешней властью когда она вступая в какие-то вот отношения не буду пока слова говорить что я на самом деле про это думаю с крупным монопольным бизнесом когда она нормально до про порядочных людей делает вот должниками и что он должен на бояться что сейчас у тебя деньги с карточки с пенсии с ним он буквально последний прочее и вопрос даже вот не снятых деньгах а вопрос вот в отношении в самочувствии то есть тебя делают человеком который якобы что-то нарушает который плохо себя ведет ну и так далее и тому подобное иногда я когда вот приглашает меня в качестве консультанта там пекарни и прочим кафе я вижу среди вот обслуживающего персонала я вижу там женщин которые ну вот сразу на них посмотришь и понимаешь что этот человек не уборщица если ты к ней подойдешь и спросишь и тут тут узнаешь она скажет а да я вот работала программистом в такие-то годы да я вот помню вот такие перфокарты в их набивали делаю то есть человека имеющий опыт работа на машине эвм сегодня машет шваброй а только потому что она не состояние допустим иначе другим способом там оплатить свои коммунальные расходы или оплатить допустим собственное лечение там или еще какие-то дела в общем так быть не должно абсолютно не должно быть то вот это что касается жкх еще сейчас то что меня вот беспокоит лично допустим вопрос такой вот зреет у меня в голове какой-то пост или какое-то еще я не знаю решение ли статья на книгу конечно не потянул названием почему в самаре еще долго не будет хорошего хлеба вот подмывает меня так вы тело написать потому что ну но много очень вот в этом вопросе мы все говорим сейчас хлеб не такой хлеб не такой и в то же время я наблюдаю два таких противоречивых явлений если человеку даешь вот такой хлеб как я считаю как он должен быть таким то людей вы едят и все говорят вкусно я раньше пыталась называть свой хлеб настоящим хлеб и наверное но часто людей так и говорят часто но чаще всего просто говорят вкусно вот это вкусно ваш хлеб вкусный такого вкусного хлеба не ел или допустим и говорят там он вас не фуфловый вот он у вас ну вкусно же весь человек ест хлеб стоит просто сухомятку сухомятку без ничего подхожу улыбаясь говорю ну вот ну вкусно ну вот вкусно вот поэтому ем ну или как один студент политеха по моему мне сказалось говорит ваш хлеб можно есть без ничего вот и я очень бы хотела чтобы в каждой пекарне нашего города пекли хлеб который можно было бы есть без ничего но пока пока это не так пока это не так а что нужно сделать для того чтобы было так вот об этом в ближайшее время я постараюсь может за новогодние каникулы какой-то такой большой материал подготовить но пока просто вот у меня сейчас собой лежат три куска хлеба я вам покажу их все и кратко поясню почему они такие разные и это будет такой вот мой короткий пост сразу на несколько тем потому что писать времени всегда находится но вот хлеб номер один я вам его показываю это пшеничный хлеб из цельнозерновой муки с добавлением солода в нем содержится дробленая пшеница крупно дробленая пшеница и вот такая который продается у нас в магазинах для для приготовления вторых блюд гарнир вторым блюдом да плюс имена тыквы из семена семечки солод отличительной особенностью это хлеба является то что он готовится на закваске с очень маленьким количеством дрожжей он содержит в себе много влаги до 80 процентов за счет этого он может храниться как его автор один из немцев говорит бесконечно долго но разумеется не бесконечно но вот этот хлеб я испекла в субботу как раз когда у меня в доме был жуткий холод и я его включила испекла только для того чтобы вот немного в квартире то чуть-чуть температура повысилась вот сегодня у нас четверг вечер я сейчас возьму его отрежу его на дощечке кусочек вот вам покажу видите прекрасно отрезался он еще гибкий не сухой к сыром то есть это вот любителей хлеба с семенами такого плотного темного хлеба то есть это вот один вид хлеба до второй вид хлеба вот похожего вида хлеб пекли у нас зрел из муки не отбеленной то есть которые мололи на мельнице вот на реке кенель стояла мельница отец ездил туда за хлебом за мукой накладывали они там несколько мешков пшеницы с его братом моим дядей ездили вдвоем смололи в лари сыпали и всю зиму пекли вот такой хлеб хлеб в деревне пекли одного сорта одного вида но не этот хлеб я никогда не слышала от людей что он кому-то надоел хлеб вообще такой продукт который можно есть всю жизнь и он не надоедает единственный продукт стать можно объесть и икрой и рыбы на винда ест и конфетами все прочим вот хлеб не не надоедает то есть в моем представлении вот из детства хлеб должен быть вот примерно именно таким в нем вот здесь я положил немного семян этого лина но у нас его не клади никогда то есть вот такой хлеб без так скажем как я говорю без без вульгарной белизны он слегка серый но он тоже долго сохраняет свою свежесть он приготовлен на хмелевых дрожжах хмелевые дрожжи имеют уникальную особенность они долго сохраняется без всякого кормления и дурацкого поения как бегают с этой вот американской закваской хмель имеет в своем составе там какие-то бактерицидные и прочие вещества которые подавляет в этой закваске гниль она сама консервируется отлично хранилась нас просто в погребе при плюсовой температуре вот примерно как температуру холодильника и в нужный момент за ней просто вот мать посылала у меня наташа достали достань дрожжей хмелевых закваска у нас это слово такого даже не было это были дрожжи все кружку зачерпнешь матери принесешь она заквасила другой день испекли хлеб вот этот хлеб испечен вчера дай бог памяти да вот я его отрезал тоже он абсолютно свежий и он будет храниться еще два-три дня его можно счет сжать и он распрямится вот следующий хлеб но у нас сейчас самаре забыли про наши хлеба уникальные и у нас модная различные хлеба итальянского скажем план да но вот один из них у меня тут небольшой такой есть образец чабата но я вам что хочу сказать конечно вкусный хлеб разумеется но если вы наш хлеб на килограмм муки положить 60 грамм оливкового масла то он будет еще вкуснее я вас уверяю то есть это хлеб с высоким содержанием масла поэтому разумеется он вкусный вместе с тем вот этот хлеб испечен этот хлеб испечен во вторник во вторник он испечен но обычно чабата и и так же как и багет надо есть на в первый день в край случае во второй поэтому соответственно тоже он уже похрустывает вот но у меня по крайней мере он живет подольше это вот такой вот хлеб вот ажурный патевротный любит сейчас его делать еще эти разрезают взяли также это за моду у итальянцев вот так вот разрезает и делает на нем брускету здесь покрывает томатами маслом сверху начинку накладывает но этого только один скажем обказал три вида хлеба то что у меня есть сегодня в наличии я этот хлеб разумеется не сразу ем меня часто здесь тоже подобие лаборатории я храню его несколько дней и каждый день там утром обед вечером отрезая проверяет насколько он усох не появилась ли плесень то есть как он себя ведет просто говорю да вот у меня на кухне своеобразная такая лаборатория всего я могу печь хлебов где-то в тринадцатом году я хвалилась тем что более 50 сортов сейчас это уже гораздо больше я же сбилась со счета и самое главное что я могу я могу быстро преобразовывать один рецепт другой и даже создавать какие-то комбинации своей ну по желанию человека если он хочет вот какие-то у него там ассоциации воспоминания то есть я рассказа о хлебе могу воплотить вот в этот продукт часто угадаю не всегда особенно если человек искаженные представления о хлебе то это очень расскажем сложно сделать ну в силу того что не то чтобы я не могу а я не могу это сделать потому что это моему профессиональному убеждению противоречит вот допустим там взять 80 процентов семечек насовать хлеб я считаю неправильно человек не канарейка чтобы питаться не очищенным семенами да вот носовать их туда чтобы это было много 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 хорошо всегда возникает вопроса зачем ну вот в общем вот такие вот у меня сегодня к вам скажем лирические мысли по поводу хлеба насущного по поводу наших коммунальных дел и в итоге это все в итоге все выливается вопрос власти власти того как она устроена и насколько мы можем воспользоваться вот той якобы демократией которую нам обещали много много лет назад насколько мы можем воспользоваться свободой которую нам обещали насколько на самом деле у нас существует рынок который должен был у нас вообще решить все проблемы и ферменты нас должны были накормить мы это должны были стать собственниками предприятий заводов газет пароходов а в итоге вышло так что мы даже общее городское имущество такое как теплосети там электросети водопроводные сети стратегические вещи мы их вдруг руками наших депутатов чиновников кому-то отдали в пользование и их же превратили ну как бы сказать какое-то вот средство удержания власти над нами средство унижения средство эксплуатации может быть не эксплуатации но вот что-то что-то вот нехорошее что-то нехорошее город должен принадлежать горожанам а у нас вот у меня такое ощущение складывается что у нас из этого города тихо выживают какие-то непонятные личности какие-то непонятные люди которые ну на виду то не очень рисуются но вот такие вот вещи происходят ну поэтому всех с уходящим сложным годом который уже через две недели завершится ну и будем надеяться что в следующем году произойдет нечто такое что уже не может не произойти и улучшением нашей жизни должны наступить спасибо всем за внимание всего доброго и и и